Привет, дорогие друзья! Доброго времени суток! Вы на канале Mobile Gameplay. Много кто спрашивает меня, когда будет Injustice 2. Вот, пожалуйста, Injustice 2. Вообще, в основном, конечно же, на моем канале выходят ролики, посвященные Injustice. Я не знаю, почему люди не видят их. Может, чаще стоит посещать мой канал и смотреть, что на нем появилось новенького. Сегодня мы с вами, как вы понимаете, смотрим на Firestorm на максималках. Я не зря назвал ролик «Бесполезность на максималках», потому что, как вы знаете, Firestorm — это один из самых просто бесполезных и ненужных персонажей в этой игре, к сожалению. Но для тех, кто не в курсе, мы с вами еще раз прочтем и ознакомимся, возможно, с пассивной способностью, которая называется «Стойкость к длительному урону». То есть настолько бездарно сделанный персонаж, что даже для пассивной способности не придумали какое-нибудь название индивидуальное. Стойкость к длительному урону команды плюс 50%. Все. На этом, в принципе, все. Первый спецприем стоит делать на ближней дистанции и никаких дополнительных эффектов. Второй спецприем желательно делать на ближней дистанции, но в крайне редких случаях последний удар второго спецприема может помочь вам и на средней дистанции тоже никаких дополнительных эффектов. И третий спецприем, вот чуть-чуть до 10 уровня, его прокачаю, имеет длительный урон в виде помехи, поэтому желательно делать этот спецприем тогда, когда вы зажимаете противника в углу. Обычно рассказ о том, какой это персонаж, обо всех спецэффектах дополнительных, о всех пассивных способностях у меня занимает около 5 минут. В данном случае, в принципе, все. Больше об этом персонаже рассказывать нечего. Таланта у меня всего 3 открыто их, и я больше не хочу, если честно, открывать, потому что я вообще не играю этим персонажем. И единственное, на что хотелось бы еще обратить ваше внимание, это насколько персонаж ущербный, что это золотой персонаж для прокачки седьмой звезды, которого нужно всего лишь 3 межгалактические сферы. То есть, ну, чтобы вы понимали, допустим, какую-нибудь сердцветку прокачать стоит 7 сфер, чтобы прокачать фаершторма, вам достаточно трех сфер. В команду подобрал персонажей, которые приблизительно были возле фаершторма по опасности, и это, как ни странно, оказался Дарксайд и Темная Супергерл. Но давайте вот такой командой попробуем поиграть. А Лига Справедливости, не знаю, давайте, давайте. Просто первую ступеньку вообще, я считаю, бессмысленно проходить. А, и да, забыл сказать, почему же я записываю обзор на этого персонажа. А все потому, что, наконец-то, из наград за групповые рейды мне выпала экипировка 60-го уровня просто шик. Он выглядит теперь просто бомбически, это факт. Но вот, к сожалению, на этом все и заканчивается. Вот на его крутяцком внешнем виде все и заканчивается. Больше никаких плюсов нет у этого персонажа. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Но вот как-то так. Внешний вид мне нравится и нравится настолько. Вот аватарка, допустим, его мне тоже нравится. Что я решил, я думаю, вы обратили внимание, на фото профиля назначить Firestorm, собственно говоря. Ну так, вот он второй спецприем. Вообще ничего выдающегося, я бы даже сказал антивыдающиеся. Первый спецприем сейчас попытаемся посмотреть, если нам Киборг даст возможность его сделать. Ну вот, да, вот как-то вот так. Не достал, не достал. И все, и до свидания. И до свидания, Firestorm. Я думаю, что здесь, конечно, стоит сейчас вывести Супергерл, накопить на третий спецприем Дарксайда, чтобы позвать парадемона и чтобы хоть немножко еще продержаться в этом бою. Потому что, ну вообще не хочется сливаться в первом же бою. Но, слава богу, парадемон, в принципе, умеет что-то делать. Он не такой бесполезный, как может показаться на первый взгляд. Многие игроки, кстати, вовсю играют парадемонами именно в сольных рейдах. И неплохой дамаг парадемон показывает в сольных рейдах на схватках с боссами. Так что, если вы не знали, что парадемон очень может быть полезным, советую вам обратить на него внимание. Ну, даже не столько на него, сколько на третий спецприем Дарксайда, да, соответственно. Оп, тихонько. Так, ну и последний раз можно вызвать парадемона. Плюс ко всему, видите, парадемонов сливаем, а тем самым мы как бы повышаем дамаг нашего Дарксайда, нашего основного дамагера. Плюс ко всему мы его хилим. То есть вы видели, что Дарксайд был уже там сколько? Наверное, около 50% хпшки у Дарксайда оставалось. Но благодаря тому, что мы слили парочку парадемонов, мы Дарксайда захилили и победили энное количество врагов. Плюс ко всему улучшили дамаг для Дарксайда. Оп, прервали. Но вот так, как я сделал сейчас, делать не стоит. Потому что мы избавились от парадемона, вызвать его обратно нельзя. А лучше, чтобы парадемона убивал противник. Потому что в таком случае засчитается это как баф для Дарксайда. А если вы просто убираете с поля боя парадемона, то тогда, получается, противник его не может слить. И, соответственно, Дарксайд, которым деретесь вы, бафнут не будет. Ой, Бэтмен-Ниндзя. Не хочу. Я и так знаю, что мы против них проиграем. Тут даже нечего играть. Слушайте, а кроме, я смотрю, Бэтмен-Ниндзя никого нет. Ну, давайте шагнем через ступеньку. Найтвинг, Хищник и Пауэр Гёрл опасная команда. Опасная она потому, что в ней есть Пауэр Гёрл. Потому что, ну, как бы, Хищник и Найтвинг не особо такие, ребята, опасные, если внимательно против них играть. А вот как раз-таки самое главное опасное заключается в том, что есть Пауэр Гёрл, которая просто снижает, снижает затраты энергии на выполнение спецов. А так как спецы — это главный дамаг, который может быть вообще в принципе, да, то как... Ой-ой-ой-ой-ой, а что не так-то? Я не знал, что, оказывается, во время того, как работает защитный барьер, дополнительные эффекты врагов по вам все равно наносятся. Ничего себе, ничего себе. Вот не зря поиграл сегодня, да? Выяснил что-то новенькое. Ну, то есть, как бы, вы видите, да, и помеха, она не такая уж по зоне большая. То есть, достаточно сложно, сложно заставить противника держаться вот в именно зоне этой помехи. Поэтому, как я и говорил, ну, относительно-относительно бесполезно это все выглядит. Так, барьер немножко спас нас. Ну, ну, но тут я, конечно, буду уже максимально аккуратно играть. Парадемонов я не буду просто так сливать, да, так иниться на них. Будем давать возможность сливать противнику парадемонов, чтобы бафать дарксайда нашего. Так, подождал, оп, и продолжил сразу после бомбежки комбить. Кто не в курсе, кто не в курсе, сразу после бомбежки апокалипса можно, можно еще раз провести комбо, и противник ничего не сможет сделать. Ну, скажем так, можно пожонглировать противником немного. Но, в принципе, конечно, мы понемногу дамажим, но я не знаю, насколько вот того дамага хватит, чтобы нам засчитали выигрыш в данном случае. Так, тихо. Оп. Немножко дамага от дарксайда, и выпустим опять фаршторма. Хотя, конечно, ну, я, если честно, даже не знаю, в чем смысл от игры фарштормом. Давайте смотреть супер мувчик. Все-таки, ну, отчасти это обзор на фаршторма, да, поэтому нужно обязательно посмотреть супер мув. Вдруг его кто-нибудь не видел, и будем надеяться на то, что неплохой, кстати, дамаг прилетел по Бэтмену. Очень даже неплохо, очень даже неплохо. Так, парадемоны закончились, не очень-то хорошо. Вот здесь быстренько сделал тэк-ин на фаршторма, и успел немножко подамажить еще пауэргерл после как раз-таки бомбардировки. Так, истощение немножечко. Вот, хорош, хорош, неплохо. Еще раз истощаем. Очень плохо, что вот то, что истощается, да, противник, это не переносится нам в резерв. Вот у Рэйвен очень крутая фишка в плане похищения, да, именно силы. А у Дарксайда просто истощение. Но истощение это тоже не так уж прям отвратительно, да. Если бы мы не истощали вовремя наших противников, они бы сделали гораздо больше своих же спецприемов. Ну, я доволен, я доволен исходом данного боя. В принципе, поначалу боя, согласитесь, ничего не предвещало прекрасного и счастливого конца, да. А оказалось, что, в принципе-то, все получилось. Но здесь очевидно и невероятно, это произошло исключительно Дарксайду, благодаря. Файршторм здесь абсолютно ни при чем, это факт. Ох ты, какая интересная команда, не буду против нее драться. Не в случае с Файрштормом, здесь и Дарксайд не поможет. Но и хочется какой-нибудь третий бой, но так, чтобы это вроде как и эпично было. Давайте вот это возьмем. Чтобы это было и в меру эпично, и чтобы это, ну знаете, надо всему давать свой отчет. Я считаю, что если мы играем в основном Файрштормом, нужно подбирать что-то такое, что хотя бы, хотя бы чуть-чуть сможет Файршторм осилить. Ну вот, ну вот надо же, как бы, да, понимать, кем мы играем. Тум-пурум-пум, оп! Как хорошо сейчас бомбардировка прошла. Кто не успел заметить, там Адам как раз собирался делать свой спец, и тут как раз бомбардировочка. И Адам не смог завершить свой спецприем. Но вот Рейден меня в последнее время, вражеский я имею в виду, естественно, прям подкумаривает жестко, потому что почему-то он прям очень сильно постоянно назад пятится. В принципе, вот в прохождении сольного рейда иное количество проблем возникло у меня именно с боссом Рейден, потому что к нему практически невозможно было подобраться. Он практически постоянно находится в другом конце локации, что, конечно же, вызывает трудности. Время для парадемона. И я думаю, что сейчас мы как раз вот, да, побафаем немножечко, немножечко нашего Дарксайда, потому что, как ни крути, кроме как Дарксайд, в этой команде в основном больше никто ничего не может сделать. Оп! Блин, я опять забыл о том, что я сейчас просто впустую слил парадемона. Черт! Я же говорил, что больше так не сделаю, да? Ну, нет, сделал. Так, 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 так. Очень жаль, что когда вот так бездарно ты сливаешь парадемона, у тебя нет возможности вызвать его все же еще раз, да? То есть, получается, его не убили, но тогда, как по мне, было бы правильнее, если бы мы смогли вызвать его еще раз, потому что баф-то, по большому счету, мы не получили от парадемона, да? То есть, ну, можно было бы попытаться его еще раз призвать, но нет. К сожалению, можно всего лишь три раза это сделать. Слушайте, а вроде как, вроде как опять продвигаемся к победному финалу. Вам так не кажется, друзья? Я так рассчитывал на барьер, а его не было. Ну, ничего, зато мы впитали мощь наших союзников, мощь противника, и все, у Рейдена здесь просто нет шансов, потому что благодаря второму спецприему можно беспрерывно, второму спецприему Дарксайда, естественно, можно беспрерывно просто атаковать своих врагов. Ну, вот-вот-вот-вот так, друзья, вот-вот так. Пишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение о Фаиршторме, потому что я не отказываюсь от своих слов. Персонаж абсолютно бесполезнейший. А сегодняшний ролик мы записали не для того, чтобы напомнил я о том, насколько этот персонаж бесполезен, да? А для того, чтобы показать вам, как же меняется его внешний вид. Кто-то, может быть, не видел, кто-то, может быть, не знает. Я люблю вот эти вот все моменты с тем, как меняется внешний вид у персонажей в NG2 Mobile. Вернее, будет правильнее сказать «менялся», потому что все новые персонажи, которые выходят, разработчики не занимаются вот этой фишкой, что при полном сайте экипировки, потом при 60 уровне у вас, ну, получается, в общей сложности два раза внешний вид персонажа меняется. Помимо этого еще меняется аватарка. Из последних персонажей только у Raven меняется аватарка при достижении экипировки 60 уровня. Так во внешнем виде больше никаких изменений у кого не происходит. Ну, а вот такой ролик сегодня получился. Надеюсь, он вам понравился так же, как и предыдущие. Ваши пальцы вверху, надеюсь, уже стоят под этим роликом. И обязательно, обязательно не забывайте писать комментарии под этим роликом, потому что это будет помогать в продвижении данного ролика на YouTube. Все, пока, дорогие друзья. До новых встреч на канале Mobile Gameplay.